Белочки помогают строителям, погода помогает дачникам. А выставка Пикассо будет интересна и тем и другим. Искушение от классика. Здравствуйте! Новости на телеканале Ника Плюс в студии Ольга Пименкова. Житель Петрозаводска сломал двухлетней девочке плечевые кости. Таким варварским способом мужчина решил успокоить плачущую дочь своей сожительницы. В результате ребенок оказался в больнице. Произошло это в четверг, а сегодня следователи озвучили предварительные результаты следствия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. В детскую республиканскую больницу поступила двухлетняя девочка, которой диагностировали переломы обоих плечевых костей. По версии следствия, подозреваемый, который в настоящее время задержан, находясь в квартире у своей сожительницы, в квартире которой также находился двухлетний ребенок, в отсутствие ее матери, ночью схватил плачущего ребенка и ударил его о радиатор отопления. Ребенку были причинены телесные повреждения. С преступника место происшествия открылся, но в течение двух суток он был установлен и задержан. В настоящее время в отношении его следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу также проводятся следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств совершенного поступления. Наш следующий сюжет тоже не для маленьких детей, но по другой причине. Он только для взрослых. Наш корреспондент Александр Гнетнев побывал на выставке работ Пабло Пикассо под названием «Искушение» и увидел литографию работ великого мастера. Проект, который в официальном пресс-релизе называют «завораживающим эротическим шоу», получил маркировку 18+. Названия работ мастера говорят лучше любого закадрового текста. Пробежимся глазами. Итак, художник в возбужденном состоянии и ласкающая себя модель. Моряк наблюдает сюрреалистических обнаженных. Или, допустим, испанские высокопоставленные лица, наблюдающие за восседающей на стуле обнаженной и другими обнаженными. Причудливо. И здесь, кажется, ни добавить, ни убавить. Но все же нас предостерегают от любых обывательских трактовок. Переступив порог залов выставки, вы оказываетесь на территории искусства, где возможны маски, где возможны откровения, где возможны эмоции, страсти и все, что касается всех составляющих переживаний человека. Прочь комплексы и внутренние зажимы. В противном случае увиденное покажется чем-то сродни порнографии. А по факту все не так буквально. 87-летний Пабло Пикассо, создавая серию, творил ежедневно в течение 7 месяцев. С марта по октябрь 68-го года. Провокационные работы мастера сегодня ценят за яркую игру воображения, иронию, динамичные рощерки и на всякий случай прячут от детей. Выставка «Искушение» объединяет в себе 105 изображений. Это литографии с рисунков художника, выполненные в начале 90-х. К слову, всего в мире существует 300 подобных копий серии мастера. Собственно, один из таких экземпляров и представлен в Петрозаводске. Выставку привезли московские галерейщики. Каждая литография имеет сертификат подлинности. Любой музей, который готовит такую выставку, он, конечно, себя подстраховывает. У меня есть все официальные письма, которые были получены. Договор между французской галереей и арт-гид-галереей. Все письма получения на таможне, все согласование и сертификаты на каждую работу. Говорят, музей ИЗО Карельской столицы ровно год стоял в очереди, чтобы принять пикантную выставку в своих стенах. Литографии самых откровенных работ Пикассо пробудут в Карельской столице до 10 ноября. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. Покорители Камчатки вернулись в Петрозаводск. 12 дней карельские студенты с ограниченными возможностями покоряли вулканы, сплавлялись по горным рекам и купались в геотермальных источниках. В итоге ребята доказали, преодолеть можно любые трудности и социальные барьеры. На железнодорожном вокзале Петрозаводска отважных путешественников встречал Александр Лычагин. 12 дней для юных путешественников пролетели незаметно геотермальные источники и гейзеры, сероводородные озера и горные реки, скалы и вулканы далекой Камчатки. Все это участники экспедиции привезли с собой в Петрозаводск. Естественно, в виде незабываемых впечатлений. Преодоление всего своих страхов – это просто супер. Сейчас вот так все легко кажется, тогда это было немножко не до этого. Было тяжело все-таки. Камчатка останется в моем сердце навсегда. К слову, на Камчатке молодые люди не только отдыхали, но и работали. По просьбе сотрудников горно-геологического факультета ПетрГУ они провели ряд научных экспериментов и привезли для карельских ученых ценные образцы лавы и горных пород. Однако самое главное – своим походом ребята доказали, что социальные барьеры преодолимы, а возможности человека безграничны, несмотря ни на что. На Куковке заканчивают благоустройство зеленой зоны на улице Торнева. В этом небольшом парке горожане любят кормить белок и гулять с детьми. Облагородить территорию жители Петрозаводска просили долгие годы. Деньги нашли только в этом. Подрядчики обещают, что парк заметно преобразится. Следить за порядком там будут как наряды полиции, так и видеокамеры. Строители шутят, что больше всех облагораживать парк им помогают местные белки, поднимают рабочим настроение и даже не боятся строительной техники. Именно благодаря живущим в этом лесном массиве зверькам горожане и полюбили уютную зеленую зону на Куковке. И, конечно, обрадовались, когда узнали, что ее будут приводить в порядок. Очень хорошо тогда, что будут скамеечки, потому что с ребенком иногда гулять, ходишь, ходишь, устаешь, лучше посетить периодически. В парке появится полтора километра пешеходных дорожек. Здесь установят беседки, скамейки, 15 спортивных тренажеров. Предусмотрены урны и большие контейнеры для мусора. Мы производим работы и стараемся, конечно, по минимуму, по самому минимуму вторгаться в природу. Даже те лесные насаждения, которые были предусмотрены для уборки по проекту, мы убирали минимум. На первый этап благоустройства парка потратили почти 4 миллиона рублей. Завершить работы планируют к концу этого месяца, после чего пройдет большой субботник и парк торжественно откроют. Ефим Овчинников, Александр Борисов, телеканал Ника+. Цветы с балконов убирать пока рано. В ближайшие трое суток заморозки синоптики не обещают. Напротив, у нас еще есть возможность насладиться нашим карельским летом. Прогнозы синоптиков радуют. Как минимум, в ближайшие три дня специалисты Карельского гидромедцентра не обещают ни дождей, ни сильных ветров. Ночные температуры от 7 до 9 градусов тепла. Днем от 16 до 21. Любопытно, что к середине следующей недели станет еще немного теплее. Хотя там уже, возможно, небольшие осадки. Но все же главная новость от синоптиков – заморозков пока не предвидится. Но, отправляясь гулять вечером, не забывайте брать с собой теплые вещи. В Карелии живем. Если школа просит вас купить учебники, знайте, это незаконно. Новый закон об образовании Марина Кабатюк обсудила с вице-спикером Карельского парламента Ириной Петеляевой. Смотрите беседу после рекламы. А наши новости доступны и в интернете на сайте nicodefismedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин